Декабрь 2018 И вот спустя 4 месяца все экспонаты на своих местах. А именно 15 танков и бронемашин, 2 пушки и гордость экспозиции легендарный вертолет Ми-8. Единственное, чего не хватало парку Патриот, так это официального открытия. Парка Патриот Это сзади наш сегодня открываемый парк Патриот. И мы народ России многонациональный, но конфессиональный, который всегда опирается на эти три точки. На веру, на армию и на нашу историю. В первую очередь военная техника заинтересовала детвору. Бронемашины буквально облеплены малышами. Все нужно потрогать и проверить самому. И это совершенно безопасно. Все экспонаты прошли так называемую демилитаризацию. Это означает, что техника не может самостоятельно передвигаться и стрелять. В остальном, это все те же грозные боевые машины. А еще перед каждым экспонатом сенсорный экран. На нем можно не только узнать характеристики техники, но и повоевать на ней в виртуальной битве. А вот для Игоря Левашова танки не игрушки. Точно на такой же машине Т-62 он воевал в Афганистане. Техника, говорит, отличная, надежная и неприхотливая. И неплохо зарекомендовала себя в горячих точках. Горячих во всех смыслах. В самую жару, конечно, на нем сидеть, например, касаться рукой невозможно было. Нагревался очень сильно. Поэтому даже летом, если ремонтировали, были в ватных штанах, стояло ведро всегда. И ключи ложили в ведро с водой, потому что руками нельзя было. Ну, такая температура была. Но танк работал, хорошо работал. Танки, БТР и пушки иллюстрируют историю русского оружия от Великой Отечественной до современности. Некоторые образцы до сих пор стоят на вооружении российской армии. Эти экземпляры на страже Родины свое уже отслужили. Теперь продолжат работу в качестве экспонатов парка «Патриот». Миссия не менее важная и значимая. Как вы считаете, для чего нужна такая выставка военной техники? Ну, как минимум, для того, чтобы наши дети знали нашу историю. Очень интересная техника, намного больше, чем в парке «Победы». Чтобы наше поколение знало, на чем же воевали наши предки. Это для нас большое достижение, для нашей России. И поэтому это очень важно. Вот для таких маленьких именно детей, они всегда будут помнить и знать, для чего наши деды сражались. И вот эта техника, это позволит им помнить об этом и мечтать, наверное, о том, чтобы всегда был мир у нас. Парк «Патриот» открыт каждый день и в любое время. Плату за вход не берут, а для групповых посещений еще и проведут бесплатную экскурсию. Гордостью за военную технику страны прониклись Илья Захаров и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.